Спасибо большое. На behalf of the Swedish, or maybe... Итак, предыдущий спикер говорил в целом, начинал говорить о международных исследований и роли культурных знаний в оценке интеграционных способностей у детей и переходе общества на новую ступень развития социальной жизни и какой роль ребенка и взрослых играет в этом развитии. У меня будет что-то похожее. Итак, что касается Выгодский, я хотела бы представить его взгляд. Он говорил об основах в изучении развития ребенка. Это социальные ситуации изучения и развития. Дети растут в социальной среде, где они интернализируют идеи и модели социальных действий. Также начинают изучать окружающую среду с помощью культурных инструментов. В качестве такого авеню, который я хотела бы вам предложить сегодня, есть такое вот некоторое новое понятие. Это инструментальный акт действия. И здесь это трансформация. Итак, вкратце я хочу рассказать следующее. Мы сейчас наблюдаем ускорение во многих отраслях жизни и сферах. Есть определенные цифровые технологии, инструменты, которые являются трансформирующими силой нашего общества. Итак, у нас есть такие метафоры. Это общество знаний, общество информации, общество медиа, общество цифровое общество, постиндустриальное общество, общество нетворкинга или социальных сетей. И мы можем продолжать это до бесконечности. Да, извините, вот медленно переключаются слайды. Да, цифровая эра вошла в нашу жизнь и стала одной из главных сил трансформации общества сегодня. И, конечно, на ребенка она тоже влияет. И, как мы видим в этой конференции, это подчеркивается во многих докладах. Мы видим, что наша повседневная жизнь, так скажем, оцифрована. Мы быстро адаптируемся в этих цифровых изменениях. Во многих сферах жизни мы применяем эти цифровые технологии. Вы видите на экране ситуации. Все виды профессий и профессиональные деятельности так или иначе связаны с цифровым оборудованием. И у меня вопрос следующий. Вот это цифровые медиа и новые условия жизни. Как они вошли в жизнь детей? Прежде чем мы ответим на этот вопрос, я хотела бы показать вам ситуацию картинок, когда фотографии детей выложены в интернет, и дети играют с этими электронными девайсами. Я взяла эту статистику своей страны, но половина, скажите, у меня на стране где-то половина населения Москвы. Мы действительно следим за использованием интернета. И посмотрите на этот стандарт, так скажем, ориентир. Более 50% молодых людей используют интернет в своих собственных целях, без родительского контроля. Здесь мы видим огромное развитие, которое произошло в последние годы. В 2011 году более 50% трехлетних детей уже могли в интернете присутствовать. В 2014 году более 50% двухлетних детей и 75% трехлетних детей, более 90% семилетних людей уже активны в интернете сами по себе. В 2015 году 67% двухлетних детей активны в интернете и 32% каждый день. Конечно, эти границы имеют последствия для их психологии и на их будущее развитие. Итак, как эти развития связаны с идеями Выгодского? Сейчас я хотела бы сказать, у него была огромная способность связывать эти типы изменений, даже хотя они не на поверхности. Что касается цифрового мира, в котором мы живем, он не оказался, так сказать, на краю. Итак, мы получаем новые траектории изучения. Они появляются по статистике Швеции из фильмов, простых игр. Также есть ранее формы чатинга, так называемого. Это обмен сообщениями. Они поддерживают контакты с друзьями, играют, рисуют. У них есть определенное социальное взаимодействие на сайтах, которые не требуют какой-либо регистрации. И после этого они используют также социальные сети, когда они уже в школе, для совместного разрешения каких-то школьных заданий и прочих подобных вещей. Причина, почему мы видим это развитие, это технологические причины и социальные причины. Это не зависит от детей. Мы видим изменения в технологических ресурсах. За последние 10 лет очень многое появилось. Я думаю, это даже не 10 лет. Это по большей части зависит от появления планшетов и телефонов, смартфонов. Мы видим присутствие онлайн. То, как мы организуем нашу жизнь. Все это видно в сетях. Планшет огромное влияние показал на воспитание, обучение детей младшего возраста, и в том числе и школьного, достаточно простой доступ в интернет. Он дает это действительно просто использовать педагогам, детям, самим. Очень важна инновация. В этом случае это технология тачскрин. Обычно это дает большое преимущество и более быстрый выход в интернет. И, конечно, приложение, которое действительно стало, так сказать, революцией. Миллиарды, наверное, миллионы приложений уже существуют. Эти приложения разработаны для специальных целей, для решения каких-то задач и проблем. Их действительно очень легко использовать. Я хочу собрать все эти идеи. Следующий. Это вот такой инструментальный метод психологии, который Выгодский определил как акт использования инструмента. То есть действия каких-то технических устройств, которые были описаны еще в 1930 году. Я хочу к следующему перейти. Включение инструмента в бихориальный процесс, во-первых, определяет работу новых функций, соединенных с использованием и контролем данного инструмента. Во-вторых, это отменяет и делает необходимым количество определенных естественных процессов, чья работа делает с этим инструментом. И, в-третьих, это модифицирует курс и различные аспекты, такие как интенсивность, продолжительность, порядок и прочих всех ментальных процессов, включая инструментальные действия, заменяя некоторые функции. То есть она развлекает, реконструирует целые структуры поведения, перестраивает, так бы формирует новый вид деятельности и новый порядок ее. У нас есть определенные технологии сейчас, и они доступны детям. У нас раньше никогда такого не было. У нас есть культурные инструменты, которые дают возможность изучения, обучения коллективного и индивидуального. У нас есть другие ресурсы, а также действительно для символической манипуляции. У нас есть инструменты, которые создают потенциалы для творчества, и также эстетическое развитие и экспериментирование. Это нам дает сейчас и приложение, и технологию TouchScream. Есть зоны ближайшего развития, сотрудничества с друзьями, взрослыми, учителями и технологиями. Это максимальное развитие. Это действительно сейчас масштабно для общества, в котором дети сейчас вовлечены таким образом. В завершение, идея инструментального акта мышления. Если мы рассматриваем человеческий мозг, который имеет внутренний симбиоз с символическими вещами, как говорил Вигацкий, мы сейчас также развиваем эти идеи. Наши инструментальные акты, они не только в мозгу, они также привязаны к технологиям и символическими аспектами. Мы говорили уже о девайсах. У нас гибридный мозг, гибридное мышление, которое делится своей интеллектуальной работой с помощью внешних инструментов. Это не биологически развивает, а в координации и с адаптацией с миром окружающим. И мир очень разный. Цифровые инструменты дают нам новые точки доступа к информации, знаниям и опыту других людей. Принимая во внимание развитие изменений коммуникационных и когнитивных аспектов дошкольников, мы также сталкиваемся с определенными сложностями и вызовами, как в рамках дошкольного образования, так и в целом для общества. И развитие базовых таких навыков, как письмо и чтение. И сейчас то, чему раньше дети учились в школе, они теперь уже до школы используют. И также использование игры, а не инструкции, чтобы это была такая онлайн, интерактивная игра. И обучение также в игровой форме проходит. И взаимодействие между воспитателями и дошкольниками. Не нужно копировать инструкционную модель, которая принята сейчас в школах. Нужно, чтобы основным видом деятельности была игра обучающей. У меня еще один слайд, простите, остался. Но, принимая во внимание данные изменения, в которых мы живем, я бы хотела завершить мою презентацию следующим. Дети должны не только научиться использовать данные инструменты. Это не под контролем системы образования. Мы не можем сделать что-то, чтобы они этого не использовали. Нужно отдавать себе отчет, что это реальность. Дети должны учиться. Это задача образования. Не только как пользоваться эти инструменты. Они часто это самостоятельно делают. О них они должны узнать. И о их роли в жизни и в процессе обучения. А также о этических нормах, как себя вести в виртуальном мире. И насколько это также опасно для жизни. Они должны также знать о последствиях того, что они делают и говорят в виртуальной среде. Как это может повлиять на других людей. Также они должны узнать об опасностях и сложностях присутствия в интернете. И также у них должен развиваться демократический и критический подход и мышление к цифровому сообществу. Это очень важно. Здесь мы должны задействовать аспекты игры. Спасибо большое за внимание. Это мой последний слайд. Спасибо. Спасибо.